А для детей, которые постарше, началась горячая пора. Речь идет о едином госэкзамене. Это первое по-настоящему серьезное испытание, которое предстоит пройти выпускникам школ. В понедельник, 30 мая, по всей стране прошел самый массовый экзамен ЕГЭ по русскому языку. Наш корреспондент Наталья Чекет побывала в 50-й школе Твери и пообщалась с выпускниками. В этом году для проведения экзамена по русскому языку выделено два дня – 30 и 31 мая. Сделано это в целях эпидемиологической безопасности, чтобы избежать массового скопления школьников. Ведь ЕГЭ по-русскому сдают абсолютно все выпускники текущего года. За порядком проведения госэкзамена следят со всей строгостью. На экзамен выпускники пришли за час, а до того, как их пустили в аудиторию, проверили металлоискатели. У нас сохранена посадка прошлого года, то есть где-то примерно по 8-9 человек в аудитории с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. Через полтора метра. Конечно же, видеонаблюдение и средства подавления связи. Они могут принести, если им необходимо, воду, если необходимо лекарство, но это вот по необходимости самого ребенка. Единый государственный экзамен начался в 10 часов. На выполнение заданий у выпускников 3 часа 30 минут. Бланки по русскому языку состоят из двух частей и включают в себя 27 заданий, различающихся формой и уровнем сложности. Первая часть содержит 26 заданий с кратким ответом. Вторая – одно задание с развернутым ответом. Проверяющее умение создавать собственное высказывание на основе прочитанного текста. На каждого ученика одна парта, с собой только ручка и паспорт. Напряженные месяцы подготовки позади. Ребята рассказали, на какой итоговый результат они рассчитывают. Стоп-бальник будет, конечно. Куда по-другому-то как? Ну, что сюда приходить, если стоп-бальник? В русском языке практически нет ничего такого. Ну, вот математика, физика, наверное, да. Ну, там все от подготовки зависит. Готовилась за неделю до. Решал вариант, ты смотрел вебинары, повторял исключения, исправил. Как считаешь, как сдашь экзамен? Ну, думаю, отлично сдам. Ну, какой балл? Отлично 100? Нет. Баллов 70-80. Потруднее сочинение, конечно, написать. А так, в принципе, все нормально. Результаты государственного экзамена будут известны 15 июня. Ну, а следующий экзамен по математике пройдет 2 июня. Как говорится всем, ни пуха ни пера.